По родственному выигрывают миллиардные тендеры в Днепре. В центре скандала секретарь горсовета, член партии «Самопомощь». С тех пор, как его избрали на должность, бизнес семьи Вячеслава Мишалова просто процветает. Его родственники на тендере или на городских конкурсах больше миллиарда гривен. Как живет семейное дело и на чем зарабатывают, разбирались наши корреспонденты. В конце прошлого года и начале нынешнего года горсовет объявил тендеры на установку в городе системы видеонаблюдения, а также на подключение интернета в школах и медучреждениях. Общая стоимость около миллиона долларов. Директор компании «Техноцентр», которая занимается IT-технологиями, попыталась стать участником конкурса. Но, как рассказывает директор фирмы, не дошли даже до торгов. Условия тендеров были прописаны под конкретных участников, уверяет Владислав Слободянек. На самом деле к участникам, как таковым, здесь особых претензий нет. Ну, хотят заработать деньги и хотят. Здесь вопрос заказчику. Заказчик, почему коммунальное предприемство «Инфорада», грубо говоря, затачивает тендеры под конкретных участников? Почему это не свободный доступ? Ну, здесь коррупция или что? Нет? Докажите обратно. Победителем всех трех тендеров оказалась компания «Мегалинк» – структурное подразделение крупнейшего интернет-провайдера «Фрегат». По словам активистов, к ней имеет непосредственное отношение секретарь горсовета Вячеслав Мишалов, представитель партии «Самопомич». Фирмы, которые принимали участие, в той или иной форме связаны с господином Мишаловым. То есть, либо у него там были доли. То есть, прямая связь там прослеживается. Провайдер «Фрегат» у Мишалова значительная доля данной компании принадлежит господину Мишалову. Соответственно, вот эти родственные связи крайне неоднозначны. Своя фирма есть и у отца секретаря горсовета. И она тоже странным образом постоянно выигрывает тендеры, заказанные горсоветом. Один из последних крупных проектов – реконструкция нового моста стоимостью 177 миллионов гривен. Фирма, связанная с его отцом, по самой дорогой цене предлагает услугу, и она побеждает, хотя отклоняются услуги в три раза дешевле. Мы могли десятки миллионов сэкономить. Ни родственных связей, ни коррупционной составляющей в тендерах сам секретарь горсовета не видит. Говорит, строительная фирма отца выигрывает исключительно благодаря многолетнему опыту и репутации. Я вообще с момента, как я оказался в городском совете, полностью ушел от всего коммерческих всех процессов. И занимаюсь исключительно местным самоуправлением, общением с депутатским корпусом, подготовкой к сессии. Ничего удивительного в том, что одни и те же компании получают доступ к бюджетным деньгам, политолог Иван Красиков не находит. Дескать, должность секретаря в горсовете не последняя и, видимо, позволяет диктовать правила игры. Логично, что когда речь идет о больших заказах строительства, больших деньгах, то это так или иначе всегда связано с политикой. Соответственно, от того, кто представлен в городе во власти, зависит, собственно, и сам процесс, кто будет этим строительством заниматься. В прокуратуре результатами тендеров, которые выигрывают одни и те же компании, пока не занимаются. Мол, с заявлениями начать расследование по этому поводу никто не обращался. Нет уголовных производств и в полиции. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.